В сегодняшнем выпуске хедлайнера мы не смогли обойти стороной довольно больную и порядком надоевшую тему внезапного прекращения жизни на земле. Теория о том, что 21 декабря 2012 года наступит конец света, вызывала бурную реакцию со стороны создателей фильмов и книг. Ряд авторов издали руководство по выживанию в постапокалиптических условиях, а голливудские режиссеры один за другим представляли миру всевозможные сценарии последних дней человечества. Миру, каким мы его знаем, скоро придет конец. И библия. Это конец света. Наверняка ты уже узнал эти кадры с нашумевшего блокбастера Рональда Эмериха 2012. Режиссер рушит весь мир, заливая его потоками раскаленной магмы, посыпая пеплом и окуная в океанические воды. Конец света наступает по предсказанию жрецов Майя. Именно эта цивилизация оставила нам пугающие пророчества, согласно которым 21 декабря 2012 года в день зимнего солнцестояния состоится уникальное событие – парад планет. Майя предсказывали, что Великий парад станет кульминационной точкой развития человечества и одновременно моментом перехода на новый этап развития. И я не особо парюсь по поводу конца света, предсказаний Майи и всякой прочей ерунды. Я не думаю об этом и абсолютно не верю этим домыслам. Мне кажется, уже 22 декабря у нас будет крутая вечеринка. С юмором к концу света отнесся и небезызвестный Тим Бертон. В 1996 году режиссер предложил общественности научно-фантастический фильм «Марс атакует». В основе картины лежит проблема контакта человечества с другой цивилизацией, а именно с марсианами. После нападения этих существ мир сотрясается от мощнейших взрывов, а разрушением нет числа. Из великого множества версий конца света можно также отметить картину «Терминатор. Да придет спаситель». В 2018 году после ядерной зимы на закате человеческой цивилизации правят машины. Армии Скайнета противостоит лидер сопротивления Джон Коннор. Четвертая часть стала совсем уж необязательным продолжением культовой франшизы. Зато больше всех предыдущих сообщила именно о процессе постапокалиптической войны людей и машин. Я легенда. Картина повествует о неизвестном вирусе, который истребил практически всех людей на планете Земля. А те, кто выжил, превратились в безжалостных монстров. Роберт Невилл, бывший военный ученый, единственный человек в Нью-Йорке. А единственное живое существо, с кем он может поговорить, — это собака. Днем они добывают себе пропитание, гоняя по пустынным улицам Манхэттена. Ночью сдерживают атаки вампиров. Как ты видишь, версиям конца света нет числа, но мы-то всегда верим в лучшее, а вместе с нами и отечественные знаменитости. Но я думаю, что это все фигня. Не будет никакого конца света. По крайней мере, у меня планы другие. По крайней мере, я до сих пор не нашел свою любимую единственную. Какой конец света, когда это не произошло? Поэтому верьте в лучшее, а мы будем продолжать жить, веселиться, работать и трудиться. Если честно, я вообще не готовился, но очень много моих друзей, даже звезд, очень паникуют по этому поводу. Поэтому я тоже задумался и завтра же утром я поеду закупаться свечками. Я не верю в конец света. Мне кажется, специально придумывают всякие вещи, потому что худо без добра не бывает. И такие вещи, веришь в них или нет, они сближают, они соединяют людей. Возможно, кто-то задумается о смысле жизни, кто-то начнет вести себя по-другому. Поэтому, в принципе, отношусь к этой информации нормально, если она течет в положительное русло. А вообще-то я не верю в конец света. Да, я слышала, что действительно покупают продукты, питьевую воду, консервы, там что-то еще покупают. Кто-то совершенно скептически к этому относится. Да, ну прям, что ты говоришь, что попало? Например, мой папа. Ничего не будет. Жили столько лет, ничего не случалось. Почему именно сейчас, в этом году и в нашем поколении должно что-то произойти? Мнения совершенно разные. Ну, я так пытаюсь пока быть где-то на нейтральной стороне. Конечно, прислушиваться нужно, и береженого, наверное, Бог бережет. Что я думаю по поводу конца света? Да я ничего не думаю, я не хочу этого конца света, я хочу жить. Субтитры сделал DimaTorzok